Ребята, всем привет! Знаете, как я отдыхаю от бытовухи? Занимаюсь шоппингом, причем не выходя из дома. Думаю, вы все слышали о популярном маркетплейсе Мегамаркете. Там можно найти все, и продукты, и детское питание, и одежду, и товары для автомобилей, и даже ювелирные украшения. Обожаю Мегамаркет за клиента-ориентированность и за постоянные акции. Ну вот сейчас, например, на продукты питания, зоотовары и бытовую химию действует повышенный кэшбэк. Бонусами возвращается до 45%. Вы знаете, что я обожаю сразу делать большие заказы. Ну вот, например, недавно мы масштабно закупились бытовой химией, потому что затеяли глобальную сезонную уборку. Плюс собирали солидную продуктовую корзину, потому что на выходные ждали гостей. В итоге все нашли на Мегамаркете и с бесплатной доставкой. Как вы понимаете, закупаемся на Мегамаркете мы постоянно. Ну и, конечно, у нас накопился приличный кэшбэк. Так что покупки я оплачиваю бонусами с Берспасиба. Это суперудобно. Именно на Мегамаркете бонусами можно оплачивать до 99% от стоимости товаров. И, как видите, я все покупки в итоге оплатила с безумной скидкой благодаря своим бонусам. Супер выгодно и удобно. Переходите по ссылке в описании и занимайтесь шопингом, удовольствием и с разумной экономией. Привет, ребята! Новый день, новый влог! И я просто в шоке, потому что я уезжаю из дома. Сажусь за руль в первый раз, не беременная. Сейчас уже довольно-таки поздно, уже вечер. С Саней нашей все хорошо, слава богу. Тьфу, никаких коликов вонючих нет у нас. Все супер. В туалет ходим, газеты отходят. Хотя вчера до 6 утра мы пытались ее укачать. Короче, ребята, я только что покормила нашу дочь. Еду в МПЦ. Мне реально очень хочется скорее закрыть вопрос. Вообще, я люблю вопросы с документами закрывать как можно скорее. Я не люблю растягивать такие вещи. Надо ребенка прописать в квартиру. Прописывать будем, где мы сейчас живем, конечно же, а не в новую. Хотя, когда закончим ремонт в новой квартире, думаю, что мы все туда, конечно, пропишемся. Потому что, ну, типа, зачем нам быть прописанными там, где мы не живем. Хорошо, что у нас недалеко от дома мои документы. Надеюсь, Слава там справится, если еще. Не, ну, он должен справиться. Я ему, если что, дала какие-то инструкции. Понятное дело, что мы каждый день дома вместе. И он знает все в курсе, чего кого. Но понятное дело, понятное дело, что ребенком больше занимаюсь я. Больше времени провожу с ребенком я. Ну, это логично, потому что я мать. Я умею танцевать. Вот. Я сегодня себе даже волосы лаком попшикала. Ну, господи, выход в люди. Мои документы. Капец. Все равно прикольно. Вообще, должно быть все, в принципе, быстро. Вот. И с парковкой тут проблем нет. Но сегодня воскресенье, и уже вечер. И я надеюсь, что не будет большой очереди. Ну, понятное дело, что если Слава мне позвонит и скажет, все, там капец, вообще трешняк полнейший. Она капризничает очень сильно. Ничего не помогает. Типа, нужна грудь. Понятное дело, я скажу моим документам, да, свидание. Но есть шанс успеть все сделать. Я уже доехала. Видите, какое чудо. Надо не забыть припарковаться. Бесплатно. Все, побежали делать документы. Потом все расскажу. Ну, что ж, ребята, я все сделала. Точнее, я заполнила заявление, что прописать дочку. Будет где-то через три дня готово. И мне надо будет прийти забрать. Но я думаю, что мы попозже придем, заберем. Лучше придем сразу уже одним разом забирать все, что будет уже готово к тому моменту. Также сделали с Нилс. Ну, он у нас, по сути, оказывается, был. Он пришел мне в госуслуги. Вот, я просто, да, обычно не захожу особо. Короче, пришел мне на госуслуги. И еще у меня пришел материнский капитал. 586 тысяч рублей дают за первого ребенка в 20-23. Вот. Честно, я думала, сумма будет меньше. У меня у мамы, например, точно за третьего ребенка, за Сашу, она вообще не тратила еще этот материнский капитал. Вот. И, по-моему, там было 400 тысяч где-то. Как же здорово немножко проветриться, выйти из дома. Потому что я прям засиделась дома, понятное дело. Ну, типа, уже две недели сижу дома и дальше двора вообще никуда не ухожу. Поэтому, конечно, класс. Это не значит, что мне нехорошо дома с ребенком, с мужем. Но просто все равно проветриться очень полезно. Важное, полезное дело я сделала. Теперь я буду спать еще более спокойно. Проведем съемку Ньюборн, которую тогда отменили из-за коликов этих. И рванем на дачу. Я бы рванула прям сегодня ночью. Но, слава, завтра встреча. Поэтому мы с ним решили, что сначала закроем все вопросы, все дела. Вот. И я вчера ночью все-таки оформила заказ на Валберет. Думаю, ну ладно, раз мы тут еще до 27-го, 28-го точно, то, пожалуй, оформлю я все-таки заказик. Может, мне что-то усну. Ну, не может, а что-то должно успеть прийти. И, вот, на самом деле, я там не особо много чего заказала. Блин, как же круто кататься на машине, е-мое! Еще и, типа, не беременна я не каталась. Первый раз я катаюсь, ну, еду за рулем. Не беременная. Еще я теперь мать. Классно! Еще и погода хорошая. Точнее, я тепло, видите, как одета. 20 градусов. Ну, когда ветер дует, довольно-таки не жарко. Вот. Но от того, что солнышко светит, прямо лед. А еще у меня во рту сохнет просто капец. Это из-за того, что я на КВ. Надо постоянно пить воду. У меня очень часто такое бывает, что я кормлю грудью. В этот момент у меня прям першит в горле, как будто бы она из меня все соки высасывает. А еще к нам в гости сейчас приедет мама и папа Славы. Я точно знаю, что дочурка наша уже не спит. Все потому, что надо было кушать вторую титьку. Хотя она покемарила совсем чуть-чуть. То есть я ушла, и где-то, наверное, через полчаса она проснулась. Слава написал. Он пошел ей менять подгузник, и она там вырубилась. Маленький прикольчик наш. Он, видимо, снял с нее подгузник. Там водичка лилась. И она это, закемарила, короче. Так интересно, конечно, с каждым днем мы все больше и больше друг друга узнаем, привыкаем. Находим какие-то друг к другу контакты какие-то, не знаю. Какие-то лазейки, фишечки, штучечки, дрючечки. Это так здорово. Ну, типа я уже точно знаю, что успокаивает там нашу дочь. Я точно знаю, когда она кайфует. Ну, то есть, знаете, какие-то такие моменты. То есть, уже друг друга понимаешь, чувствуешь. И чем дальше, тем это лучше. Все. И язык тела своего ребенка ты тоже начинаешь лучше понимать. Когда она что хочет, когда она что не хочет. Вот. А по сути нам всего лишь, что что, две недели и три дня, что ли, или два дня. Вот. Ну, короче. Теперь будем считать недели от рождения ребенка. До этого считали недели беременности. Теперь недели от рождения. Считаем. Ну, в общем, я к тому, что пока что самое страшное, что нам пришлось пережить. И надеюсь, что это нафиг все больше не будет такое у нас. Это колики. Вот. Но когда ты переживаешь это в первый раз, абсолютно в первый раз, с первым ребенком в первый раз, это, конечно, капец. Вот. Потому что ребенок орет, ты никак не можешь помочь, ни так ни сяк. Когда сейчас у меня есть чувство, что во второй раз я буду больше готова к этой ситуации. Хотя я очень, честно, не хотела бы, абсолютно у меня иногда бывает страх, если она вдруг начинает как-то кричать сильно, как-то капризничать в какой-то момент. У меня сразу, знаете, такое не то, что панический какой-то страх, но я думаю, господи, только не колики. Все сразу, давай так-сяк, так-сяк, прыгаем, пукаем там, какаем быстренько, только не колики. Ну, короче, вот у меня теперь такое. Я реально сутки отходила от этого, потому что я стрессанула, капец, Слава тоже стрессанул. И стрессанули мы так, потому что у нас орал наш маленький младенец. Я вот просто понимаю, что я бы охренела, если бы увидела, как чужой ребенок так плачет и так мучается, а увидеть своего ребенка так. Слава написала, что она спит. Короче, увидеть, как твой ребенок вот так вот мучается, это вообще. Так, ребят, ну что ж, уже 10 часов. Мы искупали дочурку нашу и пользуемся еще и коляской дома, потому что ее сюда можно положить и вот так вот качать туда-сюда. Короче, пользуемся всем. Что сказать, искупали пупсика, она прям здесь уснула после купаний. Сейчас все вот это здесь высохнет и уберем. Каждый раз, когда купаем, тут, конечно, такая парилка вообще. К нам приезжали мама и папа Слава, как я уже вам говорила, и подарили вот такие вот цветы. У нас теперь новый термопод. Наш старый, вообще уже ему лет 7, наверное, мы его пытались внутри чистить, но все равно там куча всяких этих накипи, негнакипи. Даже средства с ВБ не сильно это помогло. Короче, теперь у нас новенький, красивенький. Точно такой же заказали, который был. Вот, отличается немножко цветом. Этот стал потемнее и здесь были розовые кнопки, теперь желтые. Вот, но зато у нас теперь офигенная чистая там водичка. Тут лежит сосочка, ждет своего часа. Посуда, которую нужно достать, распасовать. Пока она спит, я думала пойти помыться, потому что мне надо помыть голову. Но я понимаю, что тогда я не смогу закончить этот влог. А я сегодня вообще толку ничего не сняла, потому что торопилась, скорее, успеть все эти дела с документами. И мне в идеале сварить суп. И я, наверное, этим займусь. На самом деле, там делать нечего. Мне просто нужно раздербанить курицу, нарезать все ингредиенты и поставить это все вариться. Ну, типа часа на 2,5, например, потому что курица домашняя и ей надо долго вариться. Так падла, если честно. Но при этом хочется сделать полезное дело, поэтому, наверное, займусь. А еще был какой-то сумасшедший дождик, пока мы купали Анютку нашу. И я уже опять, знаете, такая так. Срадая погода. Ну, просто, знаете, говорят, что у детей там животики надуваются, колики, не колики на погоду. И я прям вообще, ну, знаете, раньше я просто не любила дождь, не любила, когда плохая погода и перемена погоды, потому что, ну, просто, типа, ну, могла голова поболеть, еще когда-нибудь ерунда. Теперь у меня, значит, бывает давление. Хотя сейчас, кстати, у меня хорошее давление. Я уже давно не меряю его, потому что знаю, что все супер и чувствую себя слабого отлично. Вот. Но теперь, когда у нас есть ребенок, у меня постоянный страх, что вдруг что-то, не дай бог, потому что у ребенка все это очень как-то чувствительно. Так, ну что ж, начнем с того, чтобы освободить наше рабочее пространство. Кстати, я сегодня не взвешивалась. Но на самом деле я сейчас особо не сбрасываю. Я думаю, что, наверное, наверное, все, что ли. Но мне кажется, вряд ли. Получается, я сейчас вешу 63-64. Спустя две недели после родов. Ну, короче, сбросила я больше половины из того, что набрала. Но это, конечно, еще не финал. Сбросила я столько, получается, сколько мне Татьяна Олеговна, мой врач, в принципе, и говорила, что я должна быстро сбросить. Вот. А остальное, получается, то, что я наела, что-то, не знаю. Как говорится, поживем, увидим. Давно так суп не делала. Одно время прям постоянно делала. Короче, когда я стала мамой, ну, понятно, на меня много человек подписались, в Телеграмм особенно, там у меня вообще было 100, по-моему, типа 70-180 тысяч подписчиков, сейчас 240. Ну, короче, до хрена. В общем, подписались новые люди, я думаю. Ну, может быть, даже те, кто меня знали, где-нибудь были подписаны, но, типа, было не так интересно, там, мои мысли какие-то читать, а в Телеграмм подписались, потому что больше стало интересно, что туда рассказывают, показывают, потому что я в Телеграмме, конечно, больше показываю, чем в том же Инсте. Ну, и понятно, на Ютубе сейчас у меня актуального контента не выходит. Точнее, получается, сейчас, когда вы это смотрите, уже выходит. И то, наверное, и то не актуальный, а старый. Давнишний, получается. Но в тот момент, когда я это снимаю, 23-й, и в числе этих новых подписавшихся людей, я думаю, очень много мамочек и очень много, знаете, таких злых мамочек. Может быть, где-то недовольных своей жизнью мамочек, я не знаю. Потому что хейта у меня там вообще дофига стало. Ну, типа, знаете, что бы я ни сделала, что бы я ни выставила, даже пишу пост о том, что у нас была очень тяжелая ночь, у дочки были колики. Ну, типа, это кошмар вообще. Мы пережили какой-то там трэш. Сейчас все хорошо, слава богу. И просто на этом посте есть ржущие смайлики. Ну, типа, знаете, я думаю, ничего себе, как смешно, когда у кого-то ребенок мучается от боли. Ммм, как весело. Оборжаться можно. Ну, короче, я к тому, что это, знаете, настолько странно. Может быть, кто-то поставил такой смайлик в духе, типа, ой, ха-ха, мы тоже проходили. Но, честно, я не знаю, как с улыбкой вспоминать это время. У меня до сих пор лицо Ани перед глазами фиолетово-красное. Не знаю, просто сумасшедшие какие-то, я не знаю. Короче, в супе меня больше всего бесит это разделывать курицу. Курицу обычно я стараюсь брать, знаете, не гигантскую курицу, а такую и не маленькую, и не большую, что-то среднее. Чтоб там было побольше мяса, но при этом, чтобы она была прям, ну, не огромная, короче. Потому что я ненавижу это вот на половинке разделать. А мы много курицы съедаем в супе, ну, нам нравится. Заказалась эта маркета, у них там все не курицы просто, а какие-то динозавры, блин. Но она, конечно, более полезная, хорошая такая вся, домашняя. Но я вам сейчас покажу просто охереть. Я не знаю, как ее разделывать. Это реально она весит почти 3 килограмма. Короче, прикол в том, что я хотела заказать, и вообще не понимаю, какого хрена они так сделали. Я хотела заказать курицу, 2 курицы, где-то по 1,5 килограмма. Ну, потому что они у них там такие большие, домашние, как я и сказала. Мне, я нажала 2 раза, типа, 2 курицы заказать, мне привезли одну огромную. Вот я не знаю, как, зачем, ну, типа, вот мне сейчас охота просто стоять и заниматься этой курицей. Как, если разделывать ее? Я бы сейчас просто одну накинула в такую большую, другую бы заморозила. Эту курицу надо в до коробки, мне кажется, сделать. Как я ее сейчас разделаю, я не знаю. Ну, буду как-то. В общем, все документы, которые надо, я подала. Оказывается, ну, как я вам уже сказала, то он снился ко мне и так пришел в госуслуги. И на самом деле я могла бы вообще из дома не выходить и все эти документы сделать онлайн. Через всякие госуслуги. Мне подписчицы написали, и, ну, в принципе, я об этом, честно, знала. Но я такое не очень люблю. Вот все, что связано с документами, мне намного проще, если честно, приехать и сделать на месте. И вопросы задать, и вот этой херней не страдать, не морочить себе голову. Это, как я помню, что сейчас сделали, что загранпаспорт тоже надо через госуслуги сначала все заполнять, оформлять. И я помню, как я мучилась, я очень долго пыталась все это сделать. Ну, короче, заколебалась просто ужасно. В итоге так долго все делалось, что в какой-то момент, по-моему, нам надо было срочно паспорт, я вообще все это плюнула, бросила и обратилась в компанию, кто быстрее, короче, все это делает. Вот такая херня отбивает все желание готовить, если честно. Просто я очень хочу домашний куриный суп. Мы, конечно, заказываем из ресторанов всяких доставку. Ну, это потому что время, чтобы я не тратила на все эти готовки. Но, блин, все равно не то. Свой намного вкуснее. Я хотела с вами болтать все это время, а в итоге разделала курицу все время. Короче, из плюсов поехать на дачу, конечно, свежий воздух. Мы туда поедем, как я вам уже говорила. Но из минусов придется много готовить. Маме об этом говорю. Она говорит, типа, забей, у тебя будет полно времени на дачу и на готовку, и на что хочешь, потому что на даче детишки очень хорошо спят. Ну, свежий воздух, все дела. И я, конечно, на самом деле готова находить время на готовку. Плюс все равно там не какая-то дыра у нас на даче. Там есть ресторан и кафе, и доставку можно заказывать. Поэтому, если что, как бы на крайний случай уж найдем выход из положения. Но ребенка, конечно, отвезти на свежий воздух очень хочется. Поэтому сейчас мы заканчиваем все свои дела. Делаем съемочку, пока наша малышка еще... Малышка! Потому что иначе время пройдет, и уже это... Не то, что будет неактуально, но она просто уже не будет в неуборном, как бы. Я очень хочу такую съемку. Я понимаю, что для некоторых это кринж. Я видела фотографии. Мне, на самом деле, немножко не нравится, насколько сильно ретушируют детей. Что там прям сильно, знаете, такая ретушь. Хотя я такая, знаете, любительница фотошопа. Что такое. Люблю тоже все ретуши и так далее, и так далее. Но одно дело на взрослом. А на ребенке это выглядит, конечно, немножко, как будто бы... Не знаю. Из интересного вы уже видели эти фотографии, конечно же. Люди у меня там такие в телеграме негодующие. То, что я не показываю сейчас дочь. Ну, что, типа, мы вообще охренели. На самом деле, многие люди вообще своих детей не показывают. Прямо до самого конца. И особенно знаменитости. Я, на самом деле, считаю, что в какой-то степени это даже очень даже неплохо. Потому что, знаете, на весь интернет всем людям показывает самое ценное, что у тебя есть. Твоего ребенка. Тем более, что твой ребенок, может быть, не хочет, чтобы его там где-то на улице узнавали. Еще что-то. Я говорю не про младенцев, конечно, а уже про детей постарше. Ну, типа, представить, например, детей Самойловой Оксаны и Джиганы, да. У них же уже детки немаленькие. И, понятное дело, что, ну, как бы, их узнают и не узнают. Вот. И, может быть, как бы сейчас им норм, а потом им не захочется этого. Ну, короче, хрен знает. Знаете, тут такое. Поставила стирку с нашей одеждой. А еще я начала держать нашу дочку столбиком. Потому что до этого я не держала. Потому что у меня вообще не получалось. Я психовалась за это. Вообще не могла взять ее столбиком. Она садилась, ну, короче, типа, как в позу эмбриона. А им же нельзя сидеть. Ну, в смысле, я не могу ее под попой держать, чтобы опора была на попу. Я, короче, из-за этого нервничала и, ну, клала ее в итоге. У меня не получалось. Сейчас я научилась. Просто нужно повыше прям класть. Я думаю, ну, как я могу ее держать ровно? У меня же тут огромная сиська. Ну, то есть ее живот упирается мне в сиську. Она же не на плоской поверхности. Как я могу ее хорошо прижать? Короче, у меня просто не получалось. И в итоге сейчас, когда у меня получается, я в шоке. Ну, типа, ребенок действительно, ну, отрыжки происходят и такие, что я думаю, ни хрена себе. Короче, все это нужно делать. Обязательно столбики, не знаю, укропные водички. Я бы даже многим молодым родителям, у кого еще не было всяких поликов, рекомендовала бы прям к двум неделям уже начинать давать укропную водичку. Там нет ничего такого. Там вообще супер какие-то натуральные масла, не масла. Там есть глицерин. Ну, понятно, в каком-то небольшом количестве. Ну, короче, все, чтобы малыш ходил в туалет, чтобы газы отходили. Ну, просто вот. У меня на кухне есть стикеры. Ну, я все равно некрасиво написала. Ну, короче, вот такие вот стикеры. Я когда что-то замораживаю... Понятно, что и так, скорее всего, видно, что это курица. Вот так вот. Но, чтобы, знаете, оно бывает в завороженном виде, непонятно, что там за кишки. Может, там, не знаю, кусок мяса какого-то. Вот так вот, поп, положим в морозилку. Вообще, у нас в морозилке много всего. У нас и пельмени есть мама делала, и котлет моих много еще, и мясо, и рыба. Мы очень поздно ложимся сейчас спать. С ребенком, понятное дело, тоже. Вот, поздно встаем, потому что нам тоже надо как-то прийти в себя. Плюс я еще по ночам встаю. У нас не просто, знаете, типа, встал, покормил, подгузник поменял. У нас всякие процедуры. Не каждый, конечно, раз, когда она просыпается ночью. Просыпается она, наверное, раза два-три. Вот. Ну, по-разному бывает. Иногда прям очень долго спите. По два раза, по четыре часа. Иногда там по два с половиной-три часа спите. Ну, то есть, такое. Нам надо не просто подгузники поменять и покушать. Нам еще нужно это самое, полежать, ножки подзагибать, покушать шум воды из-под крана. Вчера мы, кстати, лежали, классно смотрели сериал. Потому что она долго кушала, присасывалась ко мне, как пиявочка сладенькая. И просто я лежала, она себе что-то там кушает. Так вот, она у меня ушнет, получается, можно сказать, на груди. Или с грудью, я не могу так сказать. И я ее перекладываю к себе в кроватку, а она берет и просыпается. У меня страх. У меня страх, что, не дай бог, мы ее раздавим, еще что-то. Я, конечно, ее точно не раздавлю. Я очень чутко сплю. Но один раз ночью Слава, короче, переворачивался. Вы, наверное, думаете, сейчас будет история о том, как мы чуть не задавили ребенка. Нет, она спала у себя в кроватке. В какой-то момент, ну, была с нами в кровати, короче, из-за того, что я чутко сплю, вся такая мать. Аня спала с нами. Потом я ее переложила. И потом я, видимо, уже все спокойно уснула. И Слава начал переворачиваться в какой-то момент ночью. А я подумала, что Аня с нами, и она посередине. Я подумала, что она сейчас раздавит. И я резко подскочила на кровати. Испугалась. Начала смотреть, где ребенок. Она спит рядом у себя в кроватке. С ней все хорошо. Ну, короче, знаете, вот такое себе тоже. Слава говорит, что он даже это помнит, что он просто спокойно, типа, ну, спал, как бы, типа, дремал, не знаю, переворачивался. Просто я резко такая, ну, потому что я испугалась. Я испугалась ужасно. Потому что мы, ну, как бы, всю жизнь боялись там, знаете, Виву задавить. Потому что она тоже же, как бы, малышка совсем. Вот, ну, Вива хотя бы, она как бы, ну, там, не знаю, успеет что-то встать, убежать. Ну, как бы, собака все-таки, да. А ребенок, он же не встанет, не убежит, не перевернется, рукой там не оттолкнет. Ну, короче, страх вот это, знаете. Поэтому я все-таки предпочитаю, чтобы она спала, ну, отдельно у себя. Потому что если она спит с нами, ну, как бы, знаете, покушала сисю и засыпает, то я спать нормально не смогу вообще. А мне хочется тоже, знаете, как-то раскинуть ноги, руки, спокойно расслабиться. Принимать гостей дома, когда у тебя новорожденный малыш. Не сказать, что прям супер класс. Почему? Потому что пока ребенок спит, ты хочешь успеть какие-то свои дела сделать. А если у тебя дома гости, например, ну, понятно, что они там не каждый день приходят, да, ну, вот там, не знаю, моя мама придет, мама Слава. И я понимаю, что я же не могу им там сказать, типа, ой, знаете, вы там, короче, сидите, себя сами развлекайте. Я пойду там в душ схожу, посижу там, не знаю, в туалете, еще что-то поделаю. Ну, то есть понятно, что, ну, как бы, какое-то время надо вместе проводить. А, у меня, как у молодой мамочки, мне еще надо успеть поесть, пока она не проснулась. Сходить в туалет, и то есть у ее пятая-десятая. Из-за того, что я сейчас снимаю неделю влогов, я не могу нормально все-таки монтировать. И я отдаю постоянное предпочтение тому, чтобы убраться дома, с вечера, знаете, что-то такое. Плюс эти колики тоже выбили нас из креи. Кстати, коляска у нас постоянно стоит в коридоре, как я вам уже показывала, говорила. Я думала, что мне это будет капец как-то мешать, типа, где же нам хранить коляску, но в итоге вообще не мешает. Она отлично там стоит. Ну, в смысле, конечно, она занимает место, но вообще спокойно жить можно. Я думала, что это такое, знаете, типа, капец, неудобство. Но нет, вообще нормально. Наша дочь, она очень быстро растет. И сейчас, когда выходят эти влоги, она уже большой малыш, уже двухмесячный пупсик. Я даже не знаю, что она уже умеет. Уже, наверное, обухает во всю же головку, наверное, хорошо держит. Ну, может, не супер прям хорошо, но все равно. Ну, типа, у нее, наверное, уже и шея появилась. Знаете, у малышей, у них же шеи нет ни фига. Ну, есть как бы, но она вся в складочках, ее еще достать надо найти. И я представляю, как мне приятно будет смотреть эту неделю влогов, когда она будет выходить. А у нас уже малышка такая подрощенная. Кто-то, конечно, сейчас сидит, строчит комментарии, типа, капец, еще бы пять лет назад снимали эти влоги и выпустил. Типа, какой актуальный контент. Кто-то так напишет, и я могу понять этих людей. Так же, как, когда, не знаю, у меня выходили влоги, где я беременная, которые сейчас у меня угодно, где я беременна. Я уже родила, у нашей дочки уже две недели. Ну, типа, просто люди, не знаю, реально не хотят войти в мое положение. Наплевать, если как-то к этому относятся. Я сказала, почему я так делаю, что я, ну, просто физически сейчас не смогу выпускать никакие видео на YouTube. В смысле, те, которые я сейчас снимаю, я их не буду выставлять, потому что я показываю своего ребенка. Я не хочу показывать сейчас своего ребенка в интернете, я уже говорила. А снимать видео без дочки, я не вижу смысла, зачем. Я хочу с первых дней ее жизни снимать ее, ну, как бы для себя же тоже. И мне сейчас капец, как прикольно смотреть влоги, которые я снимала месяц назад, которые сейчас только выходят, где я беременна. Где я что-то там жду, не знаю, какая она будет, не знаю, во сколько, когда же я в итоге рожу, когда же я рожу. Вот эти все мои ожидания родов. Ну, то есть мне прям это прикольно. У меня, знаете, такая прям ностальгия. Так, Анютка наша уже просыпалась. Опять хочет проснуться. Слава тут стоял, ее укачивал. У меня там сейчас макарошки планируются вариться. А еще я подстригла ее ноготочки. Хватайся. Отстригла ее ноготочки после душа. Она лежала, миленькая, в полотенчике с сосочкой. Видите, какие красивые ногти. Один раз я сюда прихожу, она своей шапкой себе натянула, аж за нос. Думаю, кошмар какой. Капризулька. Да? Мам что снимает? Мам что снимает, да? Она идет, что-то разговаривать с нами. Говорит, уа, уа, вот так вот делает. Все, лежи, давай. Все, лежи, сама развлекайся. Я рассказывала в телеграм, что вот, типа, у нас были колики. Но даже не так сказала, что у дочки были колики. Ля-ля-ля. Что-то у нас теперь будет вот это, вот это. Надеюсь, нас это снова не коснет. Ну, короче, как-то так сказала, что кто-то понял, что, знаете, как вот, ну, есть мамы, которые про своего ребенка когда говорят, они говорят не вот, типа, она или он, ну, ребенок, а так, типа, мы вот у нас, мы покакали, мы там пописали, мы поели, мы погуляли. Вот. И с намеком на то, что так делают я же мама, я же матери. И, типа, что раз я так сказала, что вот у нас там колики, не колики, типа, у нас, хотя, на самом деле, у ребенка. Я еще записала кружочек в телеграм, что, типа, конечно, я говорю у нас, потому что когда у нашей дочки валит живот, ну, типа, мы же ей не говорим, ну, давай, ладно, сама там разберись, короче, ну, выздоравливай. Ну, то есть суть в том, что нас это, капец, как непосредственно касается, и колики, можно сказать, и у нас тоже. Так, вот у меня тут все варится, кипячится, варит, вкуснотища будет. Поставила вот эти макарошки, я их всегда отдельно варю. Ну, я вам уже рассказывала. Анютка наша проснулась, поэтому у нас тут такая вот туса-джуса. В коляске она не хочет, в кроватке она тоже не хочет, на ручках хочет. Сначала она у меня на ручках кайфовала, но поскольку мне надо было закончить тут вот эти все переливательные дела, подключился папочка. Она у нас злой гнём. Смотрите, шапки смешные. Ну что ж, ребят, сейчас уже без 22. Вот, Анютка наша поела и уснула, надеюсь. Ну, я думаю, что сейчас она хорошенько спит, но не знаю, надолго ли это. Ну, нет, скорее всего, надолго. Ну, типа часа на 2-3 точно, а то и на 4. Вот, поэтому в следующий раз мы с ней увидимся где-то во 4 утра. И с того момента где-то часа полтора, наверное, будем не спать. Таким образом мы со Славой ложимся, по сути, довольно-таки поздно. Потому что сейчас, например, я пойду в душ, потом мне бы очень хотелось посидеть, помонтировать. И я могу себе это позволить, да. Потому что в днём, например, я смогу спать вместе с ней. Совсем забыла, что у меня сегодня ресницы в 11. Я записалась на коррекцию ресниц. Хочется оставаться красивой, ухоженной. Не знаю, правда, как буду делать маникюр, потому что я пока вам рассказывала, не хочу сцеживать молоко, во всякие молокоотсосы пользоваться, потому что переживаю, что будет приходить больше молока, чем ребёнок съедает. И это вот какая-то бесконечная балакита с молокоотсосами. Мне бы хотелось это время оттянуть, но попозже. Ну, как минимум после месяца. Не знаю, откуда у меня такие внутренние познания. Ну, типа я просто сама так почувствовала, что я бы не хотела начинать сейчас. Понятно, у кого-то там дофига молока приходит столько, что сколько ребёнок даже не съедает. Но у меня всё приходит вот так, как надо, прям ровень в ровень. Хотя иногда она так долго ест, мне кажется, там уже ничего нет, а там что-то есть. В общем, всё, я уже одной рукой в душе снимаю с себя резинку. Одной рукой тяжело, но получается. Спасибо большое, что смотрели этот влог. Правда, наверное, он был короткий, но надеюсь, что вы на меня за это не обижаетесь, не злитесь. Погулять в парке было бы очень неплохо. Да и просто попробовать эту жизнь с ребёнком в автолюльке в машине. Этого мы ещё не делали. Это тоже у нас будет первый раз. В общем, ладно, всех люблю, целую, внимаю. Я пошла в душ. И потом что-то монтировать, делать, отдыхать. Не знаю, что-то прибирать, как обычно. Всем пока.